Ажиотажа в автосервисах на снятие тонировки пока не видно. Похоже, абаканские автомобилисты ждут, когда гаишники выйдут на дороге и начнут активно штрафовать. Но и в этом случае многие водители не согласятся расстаться с черными стеклами. Для личной безопасности в случае аварии стекла не будут осыпаться, остаются на пленке. Сниму, штраф. Штрафами будут давить. Ну как это? Тонировка, это же красиво. Главное, вот там, где зеркальце не тонировать, чтобы видимость была хорошая. В принципе, это, я считаю, никому не мешает. Инспекторы настроены вполне решительно. Если тонировка не будет соответствовать ГОСТам, автомобилист лишится госномера. Вернут знак только после устранения. Проще говоря, попавшемуся водителю придется удалить затемнение и сбегать заплатить штраф. На все про все даются сутки. Кстати, убирать пленку со всей машины совсем не обязательно. При наличии тонировки передних стекол невозможно определить расстояние до движущегося автомобиля. Только как бы два огонька светятся и все, свет фар отражается. В соответствии с ГОСТом разрешается тонировочка заднего стекла, затемнение заднего стекла. Задних, боковых, передние, боковые должны быть цветопропускаемость иметь не менее 70-75%. Кирилл Попов работает в автосервисе. Парень рассказывает, затонировать машину по ГОСТу решаются только водители со стажем. Молодежь оклеивает все стекла. За день он успевает затонировать 2-3 машины и уверен, вряд ли ему придется устранять свою же работу. Те, кто привык ездить в затемненной машине, идут на хитрости. Например, в Красноярске сейчас набирает популярность электрохимическая тонировка. Стекла становятся темными или светлыми по одному нажатию кнопки. Стоит такая услуга недешево, примерно 15 тысяч за одно окно. Абаканским тонировщикам тоже есть что предложить. Особая пленка, которая при инспекторе быстро снимается, а через пару метров может вернуться на место. В скором времени будет съемная тонировка, которая, так скажем, реально будет пользоваться спросом и будет долговечной. То есть от него будет польза. Непонятно, сколько человек находится в машине. Плохая видимость для водителя, особенно в ночное время. И помеха для других автомобилистов. Такие аргументы приводят разработчики законопроекта. Любители тонировки отвечают. Пленка сдерживает стекло во время аварии и защищает от солнца. Однако в любом случае законопроект начнет действовать уже через пару недель. Инспекторы массово выйдут на дорогу. Но похоже, что борьба с затемненными машинами растянется на неопределенное время. Ведь только в Абакане немалая часть автомобилей уже затонирована. Мария Дудник, Владимир Байкалов, Новости, 7-й телеканал.